В субботний вечер для любителей баскетбола был нервным. В столицу региона пожаловала команда лидер Суперлиги. Подмосковные химки идут на первом месте в турнирной таблице. Из 11 игр всего одно поражение. Несмотря на это, шансы у хозяев зацепить игру были, если полностью отдаваться на площадке и следовать быстрому стилю игры, который в этом сезоне исповедует молодая команда Александра Герасимова. «Три четверти показали, что мы можем достойно играть и выигрывать сильного соперника по ростеру. Мы очень сильно отстаем, но меня это не волнует. Меня волнует, почему некоторые игроки не выполняли требования. Это расстраивает, это значит, опять же, я не могу добиваться того, чего нужно. Это вопросы ко мне, будем над этим работать». Две четверти Парнаул забрал под свой контроль 22-14 и 23-22. Однако удержать победный стиль игры не удалось. Лидеры чемпионата взялись за дело. Вдобавок сказался и опыт подмосковной команды. 14-18 и 9-26. Химки выиграли оставшиеся четверти. Установив окончательный счет на табло 68-80, Барнаул достойно уступает лидеру. До четвертой четверти все было, в принципе, по нашему плану. Четвертые провалились, не сыграли в толком нападении, в защите дали забить легкие очки, там прозевали какие-то моменты. И, в принципе, это определило весь исход игры. С паркета переходим на лед. Хоккейный клуб «Динам Алтай» продолжает свое участие в чемпионате ВХЛ и пытается попасть в число команд, которые будут играть в плей-офф. В регулярном чемпионате в Барнаулце играли против московской звезды в гостях. Счет на табло удивил многих. Он был не хоккейным. Москвичи забросили единственную шайбу. И та оказалась победной. Почему не удалось забить? Острее нужно играть в атаке. Чего нам такой свежести физически где-то не хватило, чтобы именно туда идти, острее играть, создавать моменты, идти на пятак, бороться. Какой-то вот такой черновой работы не хватило на пятаке соперника, поэтому и не получилось у нас забить гол. Следующий матч «Динамо-Алтай» проведет сегодня, 27 ноября, в Тюмени с Рубином. Дмитрий Дроздов, день с толком.